Лаборатория альтернативной истории Лаборатория альтернативной истории в основном изучает древности, которым, по нашим оценкам, порядка 10-15 тысяч лет. Иногда возникают темы, связанные прежде всего с камнями тики и коллекцией Джульс Руда, попытки заглянуть в глубины уже миллионов лет. Во всяком случае, есть гипотеза, что эти коллекции могут происходить из тех уже сверхдревних времен. Ну а сегодня мой доклад — это попытка посмотреть в историю 13 с лишним миллиардов лет назад, в тот момент, когда, по современным представлениям, произошел большой взрыв, из чего, собственно, родилась наша Вселенная, и в последующем все это выукционировало, и возникла Солнечная система, планеты, и, в конце концов, жизнь и человеческое общество. Дело в том, что вопросы, как устроен мир, волнуют ученых, да и не только ученых, людей, которые смотрят вокруг, серьезно, давно, и было бы, наверное, неправильно в рамках нашего семинара, который посвящен не только пирамидам, но и проблемам времени, не затронуть такого необычного события, которое сейчас называется «Большой взрыв». Для того, чтобы иметь серьезное основание пытаться моделировать первые мгновения нашей Вселенной, нужно вооружиться какими-то фундаментальными принципами. И вот мне представляется, что лучшим таким фундаментом для подобных упражнений является принцип, который известен в физике как симметрии. Вот перед вами цитата из Стивена Вайндерга, Нобелевского ряда. Мы, кстати, с ним встречались, когда проходила конференция в Будапеште. Очень интересный человек, и в своей лекции он очень много посвятил времени именно симметрие. Первое близкое к нашему времени размышление и утверждение о Вселенной, как она устроена, как устроено пространство, как устроено время, мы считаем, принадлежит Исааку Ньютону. Вот здесь на слайде представлены основные положения его теории. Главное здесь, что он ставил в углового угла представление пространства трехмерное и вклидово пространство, ну а время им подразумевалось как одномерная сущность, которая везде всегда одинакова, и течет в одном направлении с одной и той же скоростью. Это вроде бы картина простая, но не совсем. Дело в том, что в ней, в конце концов, как раз и реализовался принцип, рассматривающий Вселенную на основе таких фундаментальных симметрий, а именно предположение о том, что пространство везде, во всех точках однородно и изотропно. Однородно это означает, что во всех точках все одинаково, а изотропно, что одинаково во всех направлениях. Ну а поскольку время предполагалось дополнительной сущностью к этому трехмерному пространству, оно везде однородно, об изотропии, там говорить не приходится, направление только одно, вперед. Так вот, в математике существует теорема, теорема доказала женщина, великая женщина имени Нютер, которая, теорема в данном случае, фактически утверждает, что из вот этих базовых симметрий, однородности и изотропности пространства и однородности времени вытекают важнейшие физические законы сохранения, на которых и базировались уже законы Ньютоновой физики, а именно из однородности времени вытекает закон сохранения энергии, из однородности пространства закон сохранения импульса, а из изотропности пространства, то есть независимых с творогов, вытекает закон сохранения момента количества движения. Физика знает и другие законы сохранения, и также эта теорема говорит, что если вы кладете в основу какой-то картины именно симметрии, похожие на симметрии, которые здесь прозвучали, то у вас должны рассматриваться соответствующие этим законам сохранения, законам симметрии, законам сохранения. 300 лет прошло, как мир привык к картине Ньютона, и казалось, что все уже хорошо и понятно, потому что все было фундаментально, понятно, что откуда вытекало и как возникли законы сохранения, но возник господин Эйнштейн, хотя он стоял, в общем-то, на работах своих предшественников, появилась специальная теория относительности, и вот появились эпиграммы по поводу Ньютона, что все было окутанным двой, а потом он появился и стало все понятно. Потом появился Эйнштейн, и все стало снова непонятно, и запутанно. Интересно здесь отметить, что чуть позже работа Эйнштейна, она появилась в 1905 году, появилась работа учителя Эйнштейна по математике, Германа Минковского, который, кстати, считал Эйнштейна не совсем способным к математике учеником, и, наверное, вот это его отношение к своему бывшему ученику повлияло частично на то, что он был задет такой известной работой Эйнштейна, и решил, наверное, проверить, как школьный учитель проверяет работу учеников, и сделал, я считаю, очень великое открытие. Эйнштейн, когда строил специальную теорию относительности, построил ее, по сути дела, на таких мысленных экспериментах. Свет испускается в движущейся обстановке, покоящейся относительно, и принимается отраженной или испущенной далеким наблюдателем. Герман Минковский увидел, что все те же результаты можно получить, если предположить, что наше пространство и время не соединение трехмерного пространства и одномерного времени, а четырехмерный континуум, где время не отдельная одномерная сущность, а просто дополнительное четвертое измерение. И при этом теорема Пифагора в этом уже четырехмерном пространстве времени не классическая, когда квадрат гипотенузы или квадрат большой диагонали такого пролилотопа равен сумме квадратов перпендикулярных сторон, а более хитрая формула, где одно из измерений, связанное со временем, помноженное на скорость света, чтобы размерность была такая же, как и у пространственных координат метров, входит, допустим, со знаком плюс, а тогда три оставшиеся перпендикулярных координаты квадрата входят со знаком минус. Получилась знаменитая псевдоэклидова теорема Пифагора для такого четырехмерного пространства, которое с той поры называется пространством Минковского. И вот в этом четырехмерном пространстве Минковского с чуть-чуть модифицированной теоремой Пифагора доказываются все те выводы, которые Эйнштейн сделал двумя-тремя годами раньше на основе других подходов. Эйнштейну сильно не понравилось такое вмешательство учителя, но кто из учеников любит, когда учитель тебя чему-то получает и поправляет, тем более, что ты уже великий, тебя уже признают, тебя уже печатают, и два года он сопротивлялся, не хотел принимать идеи Минковского, но потом под давлением того, что все кругом это приняли, ему, в общем-то, по-моему, не оставалось ничего делать, он тоже со этим смирился и стал использовать именно квадратичную метрику своего учителя, именно своего учителя. Здесь нужно отметить, что в таком четырехмерном пространстве времени Минковского другие симметрии, если в том пространстве времени, которым пользовался Ньютон, было 7 симметрий, однородность пространственной координаты, однородность по трем пространственным координатам и однородность по трем направлениям, 1 плюс 3 плюс 3, 7, и 7 законов сохранения, то в пространстве времени Минковского аналогичных симметрий уже 10, к 7 старым, они все остаются, добавляются еще повороты в четырехмерном пространстве времени. Эти преобразования уже не похожи на обычные повороты, они называются гиперболические повороты, а закон сохранения, который вытекает из этих трех дополнительных симметрий, это уже изотропия четырехмерного пространства времени. Всего там 6 параметров, которые отвечают за повороты. И говорят уже о сохранении релятивистского момента импульса. И здесь тоже все было в порядке, потому что главный принцип, которым базировалась физика, то есть в основе всего лежат симметрии, и из них вытекает законы сохранения, которые могут быть существенно иными, чем в предыдущей конструкции, выполняются. То есть работа Эмми Нотерф не пропала даром, она оказалась работающей и в случае замененной модели пространства-времени. Но потом случается следующее. Уязвленный, я так понимаю, Эйнштейн, решил поправить свою теорию, ту, которую называлась специальной теорией относительности, и, взяв уже за основу четырехмерную геометрию, исказил ее так, чтобы она уже перестала быть линейной, плоской, где работает теорема Пифагора, и стал рассматривать четырехмерное, искривленное пространство-время, и родилась в 1916 году теория, очень красивая, очень согласованная, под названием общая теоретносительность, которую каждый из вас, наверняка тем или иным боком касался, потому что слышал о черных дырах, о всяких ротовых норах, в конце концов, о том же большом взрыве, который вытекает, как одно из частных решений уравнения Эйнштейна, которые появились после того, как Эйнштейн воспользовался идеей своего преподавателя. И здесь, насколько я понимаю, симметриями стало совсем плохо. Дело в том, что однородности пространства и изотропности пространства-времени уже в этом общем случае не наблюдается, и, соответственно, закон о сохранении в глобальном своем варианте не реализуется. То есть теория относительности Эйнштейна, если ее принять как геметрическую модель, нельзя говорить о законе сохранения энергии, если вы рассматриваете существенную часть Вселенной. Локально можно, в небольших расстояниях или временных отрезках все нормально. Поэтому локально теория относительности, общая теория относительности позволяет использовать законы сохранения, которые являются следствием симметрии пространства. Но глобально это уже нарушено. И как быть с этими законами сохранения, которые нарушились, в общем-то, насколько мне известно, не очень понятно. И снова порядок рухнул, и той прозрачности, которая вроде бы воцарилась после предложений Менковского, не осталась. Идя по этому пути, были написаны уравнения. Естественно, уравнения можно пытаться решать. И одно из первых известных, если не самое первое аналитическое решение уравнения Эйнштейна пришло в голову нашему соотечественнику Александру Фридману в 20-х годах. Он нашел решение, из которого вытекало, что, если верить Эйнштейну, Вселенная не может быть стационарной, как было у Ньютона и на первых порах казалось самому Эйнштейну. Она должна либо расширяться, начиная с какого-то момента, либо сжиматься, заканчивая каким-то моментом, когда все придет в точку. И, по-первые, такое решение, когда я с ним познакомил Эйнштейна, ему сильно не понравилось, потому что, как же так, он думал, что Вселенная может быть стационарной, даже вводил там специальный член в свое уравнение, чтобы все получалось, как у Ньютона, в плане стационарности. А вот выходило, что есть строгое решение, где все может разбегаться или сбегаться в одну точку. Прошло, однако, несколько лет, появился астрофизик по фамилии Хаббл и обнаружил, что, если верить смещениям спектра лучей звезд достаточно далеких от нас, мы знаем, что существует эффект, когда что-то убегает от нас, то частота звука уменьшается. Когда убежит все так нам, то увеличивает свет, дает такие же эффекты, и вот по этим смещениям частоты можно определить, убегают от вас звезды или, наоборот, приближают. Выяснилось, что практически все звезды, которые можно увидеть в телескопе, находящиеся на значительных расстояниях, они убегают. Причем, чем дальше находится тот или иной космический объект, тем быстрее он убегает. И это совпадало с основными положениями решения Фридмана, после чего ученые, и Эйнштейн в том числе, пришли к выводу, что Вселенная действительно не стационарна, что решение Фридмана в общих чертах является правильным, и нужно поменять концепцию стационарной Вселенной на некое начало всего, и это начало назвали большим взрывом. Бабахнуло, и началось. Современное представление о том, как давно прошел большой взрыв, базируется на цифре около 13,8 миллиардов лет назад. Что там бабахнуло, как это возникло, и почему это возникло, и получается серьезная проблема. Мы говорим о законах сохранения, а тут получается, что до этого момента большого взрыва не было ни времени, ни пространства, ни материи, и вдруг ни с того ни с сего это возникло, и после этого уже законы сохранения по крайней мере локально начали выполняться. То, что глобально они не выполняются, это как-то уже не сильно волновало, но вот сам момент большого взрыва ставят физиков и философов в тупик и предпочитают не говорить, что же там было в сам момент большого взрыва, говорят только начиная с какого-то первого мгновения после большого взрыва, а сам большой взрыв это некая сингулярность, которую лучше не трогать, она слишком непонятна. И вот в этих представлениях и формируется современная картина, мироздания, начиная вот с первого мгновения большого взрыва. В интернете вы можете найти множество картинок, немножко могут отличаться они в зависимости от того, к какому периоду относятся представления о большом взрыве, вводят моменты, когда все расширялось не линейно, а с ускорением некие теории инфляции, но в общих чертах все-таки можно допускать, что расширение было более-менее монотонным. Ну и соответственно в рамках таких представлений говорят, вот в великом прошлом 13 с лишним миллиардов лет назад все началось, потом были первые мгновения, когда начали формироваться те или иные самые первые структуры, в какой-то момент излучение, которое раньше путешествовало между отдельными структурами, смогло вырваться на свободу и электромагнитное излучение, свет, проще говоря, стал путешествовать по Вселенной, неся в себе информацию о том, что было в эти первые мгновения. А мы сейчас, находясь вот в этой речке по шкале времени, получаем этот рассеянный в первые тысячелетия большого взрыва свет и это назвали реликтовым излучением, которое можно замерить, приходит со всех сторон и построили карту, как с разных сторон нашей Вселенной с какой температуры приходит вот это реликтовое излучение. Ну и, соответственно, говорят об анистропеде реликтового излучения. Но наша беседа сегодняшняя не посвящена реликтовому излучению, мы вернемся к самой картине. Можно ли найти такие варианты истории, глобальной истории во времени нашего мира, которая не сильно бы противоречивала всему тому, что уже получено физиками и астрофизиками, и в то же время была бы альтернативной тем позициям. Ну, вы понимаете, что следуя Склярову, мы всегда ищем какие-то необычные подходы, и вот, мне кажется, такой же необычный подход, причем основанный на самых первых принципах, на принципах симметрии. Можно предложить и для большого взрыва, вернее, модифицировать теорию большого взрыва, чем мы сейчас с вами и попробуем заняться. В основе этих, возможно, новых представлений о истории мира, возвращаясь к принципу симметрии, можно вспомнить имя замечательного, очень авторитетного немецкого математика Германа Вейля, который буквально в первые же годы создания общей теории относительности поддержал Эйнштейна. Думаю, что без такой мощной поддержки тому трудно бы пришлось с получением одобрения остального научного мира. Более того, Вейль задумал попытку более глубоко продлить идею Эйнштейна, и поскольку в теории относительности описывается только гравитация, Вейль решил построить единую теорию. На тот момент было известно два фундаментальных взаимодействия, кроме гравитации еще и электромагнитная, и электромагнитное излучение электромагнитное взаимодействие в теории относительности Эйнштейна не описывает. Чтобы взяться за такую задачу, Вейлю потребовалось тоже опереться на что-то фундаментальное. Его первая попытка была как раз на симметрии и опереться. Он сказал себе, что он не станет верить всему тому, что положено в основу общей теории относительности. Он сперва посмотрит, в каких мирах, в каких геометрических, математических пространственно-временных конструкций симметрий больше, чем в пространстве времени Менковского за основу взятой Эйнштейна. И сформулировал ряд теорем, по которым должно было получиться, что если более богатым на симметрии окажется геометрия с другими законами, чем в пространстве времени Менковского, он эту конструкцию и возьмет. А уж там что получится, то и получится. симметрии людей рассматривал самые фундаментальные то же самое однородность пространства, затропность пространства времени, то есть, говоря математическим языком, группу движений, преобразования, при которых сохраняются расстояния или пространственно-временные расстояния между парами точек. Такие преобразования легко перечисляются в случае пространства времени Менковского. Это смещение во времени туда-сюда, смещение в пространстве, повороты в пространстве и повороты в пространство времени. Десятипараметрическая группа преобразований сохраняет расстояние между точками. Все другие преобразования сохраняющие расстояние в пространстве тире-времени в случае, если это геометрия псевдоэклидова имени домковского не существует ведь не ограничивался именно такими представлениями он знал что существуют финкеровые многообразие там уже теорема пифагора не связывает между собой квадраты гипотенуз и катетов может быть связано между собой гипотенузы катет и степенями третьими четвертыми или более сложными функциональными зависимости зависимостями но выяснилось что если ограничиваться четырьмя измерениями которые вот в опытах проявляются мы знаем что пространство есть она тридмерное время есть она добавляет четвертое измерение в пространство время и вот если взять за основу 4 пространство временных измерений то любое пространство с другой формулой теоремы пифагора будет обладать меньшим числом симметрии группа движений чем четвертое пространство время минковского с этого момента вейн поверил энштейну и стал строить свою теорию отталкиваясь от этой вместе параметрической группы и симметрии и соответственно 10 законов сохранения фундаментально но чтобы все таки отличаться от теории энштейна нужно было что-то предложить и он предложил идею что в разных точках пространства и времени могут быть различные масштабы это добавление к теории энштейна и добавление геометрии на базе которой строится теория энштейна и такие пространства стали называть пространствами вея сначала у него получилось теория которая внешне описывала поле очень похоже на электромагнитное гравитационное получалось практически такой же как и у энштейна но при более внимательном рассмотрении оказалось что такая объединительная теория все-таки электромагнетизм не описывала описывал что-то очень похоже на электромагнитное поле а не то что у нас вот физическом мире реализуется и посчитали все эйнштейн и сам вели с этим согласился и другие физики что попытки не удалось и идея рассматривать различные масштабы линейка часов в разных точках хотя и привела к интересному следствию но не соответствовало окружающей реальности и теорию тут практически позабыли правда оставили саму идею это идея сейчас иногда всплывает под названием калибровочные симметрии и возникли теории которые уже наследовали вот эту идея вели о калибровочные симметрии но сама идея использовать разные масштабы на мой взгляд очень фундаментально чтобы от нее отказаться навсегда и как часто бывает можно все-таки через не могу найти лазейки когда когда-то высказанная идея пускай с некоторой модификацией все-таки снова реализуется что нам дает идея воспринимать физические модели пространства времени с разными масштабами на представим себе что все птички изображенные на этом кружочке одинаковы а вот то что мы их видим разными по величине это как раз эффект связаны что на краю масштабы линейные меньше если вы за переместитесь у вас изменится это линейку по мере птичка на сно будет ну полного я 10 сантиметров как и здесь на при этом этот мир не такой простой как вот если бы он был заполнен масштабами одинаковыми то есть вот эта идея с другими масштабами здесь в самом простом виде реализована и изображена можно по-другому там была граница мельчающих птичек на окружности а здесь все сжимается к центру можно предложить тысячи миллионы бесконечное количество вот таких вариантов где масштабы линейные другие ну и в современной математике такими прекрасными представителями подобных структур являются фракталы из множества жуля фамилии пустая вас не пугает название если кто-то не слышал что такое фрактал хотя на самом деле стало достаточно общеупотребимым вы видите очень красивые структуры и самое интересное мне что они получены не руками господин мандельброд который первый визуализовал алгебраические фракталы на комплексной плоскости сам был потрясен когда увидел какая там бездна открывается ну вот след за ним возникло целое движение построения двумерных фракталов на комплексные она же изкидывает в плоскости и существует целый пантео картинок фрактальных множеств они замечательные и у нас один из докладов будет посвящен именно фракталом сергей кокорев расскажет о них там будут картинки уже не только двумерные надеюсь и многомерные но главное сейчас для нашего доклада то что принцип симметрии принцип связаны уже не с метрикой а с различными линейками и часами может быть взят на вооружение все довели но немного по-другому такие преобразования которые позволяют нам получать множество жуля или вот предыдущие картинки могут быть отсепарированы из произвольных преобразований когда есть некая постоянная величина такой постоянной величиной уже являются не расстояние между точками когда мы получали группу движений и из них 7 или 10 законов сохранения а вторая метрическая величина под названием угол угол между двумя направлениями вот если мы потребуем чтобы при неких преобразованиях сохранялись не расстояние а углы получим совсем другое семейство преобразований при которых что-то все-таки сохранять расстояние уже не сохранились вы видите здесь нет сохраняющихся расстояний углы сохраняются такие преобразования называются комфортными и именно комфортное преобразование позволяет получать вот эти множество жулия на видовой плоскости другим двумерным пространством на котором реализуется огромная бесконечная группа комфортных преобразований является уже не и 2 плоскость а двумерная псевдоэклидово пространство время это тоже пространство минковского только здесь не три пространство измерения как было случае специальной теории относительности 1 а второе измерение временное представим себе что вертикального времени горизонтального это пространственный ось и в данном случае перед вами одно из один из вариантов комфортных преобразований но уже в двумерном всем депидовом пространстве по большому счету это вот чем-то похоже вот на такое только тут были две координаты пространственные а тут из которых одна времена и другая пространственно вариантов этих комфортных преобразований можно предложить бесконечное множество множество как и на комплексной плоскости и вот человек который вот он в изучении комфортных преобразований двумерного пространства времени здесь сергей на сумму как раз и будет рассказывать о фракталах это среди кокарев с картинкой которые как раз и отражает одно из комфортных преобразований а